вечер добрый друзья с вами священник константин мальцы буквально сейчас я отвечал на вопросы дорогие братья и сестер которые подписаны на группу в одноклассниках на башке онлайн сейчас начну здесь отвечать я думаю вопросов думаю не так много будет потому что там огромное количество подписчиков по силам возможности отвечу здесь также поздравляю вас на свои с праздником прошедшим казанской божьей матери дня народного единства позвольте вам пожелать здравия душевного телесного вот сегодня день памяти якова брата господня по плоти но часто спрашивают что у богородицы были дети еще помимо скажем так господа иисуса христа как братья по плоти нужно сказать что иосиф нарицаемый отец христа он уже был в возрасте и когда ему дали как бы восприимчество в жены богородицу как такому воспитаннику то у него уже были на тот момент дети несколько сыновей дочери вот поэтому они стали нарицаемыми братьями и сестрами для иисуса христа поэтому отвечая на вопрос откуда у христа были именно братья и сестры а вообще господь в разных евангельских чтениях говорит что все когда допустим пришли богородицы с учениками к месту где проповедовал христос в одном из помещений горлица так называемая то ему сказали об этом что пришли там сестра матерь твоя и братья и господь сказал что кто исполняет закон мой тот и брат и сестра мне и матери то есть господь где-то так говорит где-то говорит о нас как о чадах о детях то есть у бога скажем так порой разное духовное отношение к нам где-то как нерадивым детям где-то как братьям вот поэтому мы и духовно трудимся в течение своей жизни чтобы могли заслужить любовь божью вот но я смотрю сегодня у нас не шибко активные участники ну давайте тогда сейчас две секундочки я пару вопросов отвечу которые мне задавали в течение недели я сейчас открою вопрос так секундочку секундочку ну давайте вот задавала мне тезка как бороться с корнем зла который годами сиди в человеке как мы боремся с вообще со грехами грех это сначала мысль потом слово потом дело то есть физическое проявление как мы молимся также сначала мыслью потом словом молитвою и потом добродетелю то есть противовес греху например курение или алкоголь это все грех но как побороть себя как найти в себе силы ну давайте сразу обозначимся если мы как особенно молодежь молодежь хочет свободы независимости то нужно задуматься свободен и независим ли ты если ты допустим куришь насколько вот я имел возможность общаться с людьми которые много лет находятся в этом грехе они говорят что я просыпаюсь думаю как бы покурить мне уже во рту вкус этого ягод в течение дня ищу возможность как покушать физическую жазу а как покурить то есть человек не свободен в чем же свобода заключается свобода заключается в боге когда ты счастлив не эйфорийно как там сумасшедший там смеешься там общаясь со столбами а именно счастлив когда у тебя в душе мир спокойствие и любовь можно ли этого достичь конечно можно нужно ли этого достичь обязательно чтобы не было бессмысленно прожитой жизни вот еще вопрос стоит ли читать молитвы когда разум и мысли помышляют совсем о другом о мире о работе о делах и развлечении тоже хороший вопрос как молиться если допустим ну к примеру человек пришел с работы какие-то проблемы там ну не знаю недостача там были чп произошло какое-то на производстве и он не может успокоиться этих мыслях он переживает я думаю что наверное совсем правильно будет слово сказать механически но начать молиться хотя бы чуть-чуть надо начать что такое молитвы молитвы это общение на с богом с богородицы святыми и и естественно когда мы начинаем от сердца беседовать с ними мы и можем услышать ответы мы можем найти выход из в той или иной ситуации и тогда тогда мы не механически делаем это духовный труд ольга добрый вечер вам спасибо господи вам добрый вечер ну давайте другие вопросы я сейчас посмотрю еще какие вопросы задавали на этой неделе вы пожалуйста если хотите пишите свои вопросы пока я ищу другие так давайте она открою сейчас тут сам ли вопросов очень много пишут и в одноклассниках и в контакте и задают вопросы очень много вопросов слава богу не безразличны люди так но давайте вот еще несколько вопросов раз тут у нас не сильно сегодня активно идет общение я отвечаю тогда на те вопросы которые задавали мне в письменном форме и с радостью пожалуйста также давайте свои баишка благословите как найти своего духовника я от многих слышу что у них есть духовный отец которому можно обратиться за помощью за благословением исповедоваться я хожу в храм на исповедь к любому священнику но мои знакомые говорят что и чтобы я имела свой духовника спаси господи у каждого человека естественно должен быть духовник это если не духовника это как духовная сирота есть конечно крестные родители восприемники которые нас духовно учили воцерковляли но это безусловно важно нужно но священник немножко отличается просто священник пастор добрый от духовника который тоже принципе пастор добрый в чем же различие духовник знает ваши немощи духовные телесные которые вы при котором вы богу исповедуетесь и узнает как нужно направить вас в нужное направление в нужное русло души спасения что вам правильно посоветовать или наоборот вас как-то пожурить где-то запретить что или иное конечно это ваша свобода выбора делать или не делать слушать или не слушать но для того нам и нужен духовник чтобы порой принять правильное решение порой даже мудровать не нужно нужно порой провести смирение послушание как тебе благословляет дух они так и сделать поверьте моему опыту что этого вполне достаточно и даст и вполне это приемлемо но не буду мудровать так бачка я хочу частью кудачку я хочу вас увидеть друзьях мне плохо я добавлю вас друзьям так ну давайте далее вопросы если здесь пишите здесь тоже прямом эфире ваши вопросы с радостью так добрый вечер бачка хочется услышать ваше мнение по поводу истерии вокруг фильма матильда наверно придется все-таки мне снять видео на youtube более расширено и там ну кратенько вам отвечу я секундочку так мое мнение конечно обще церковное то же самое я отшусь к нему негативно почему потому что попирается память святого угодника царя николая второго все его семьи в совокупе в его лице много ложь много искажения исторической реалии много художественных вымыслов и сам фильме этот не смотрел как-то его комментировать не видя не читая сценарий очень тяжело смотреть его я не хочу и своим прихожанам не благословлял дабы не было соблазна впасть какой-то грех не дай боже осуждение царской семьи поэтому я к этому фильму очень плачевно отношусь даже не не столько к ним а к именно людям которые его сняли сказать что он заказно не заказно утверждать этого нельзя потому что не знаешь стопроцентно но посочувствовать людям которые это сделали искренне можно потому что они посигнули на святое то что мы должны созидать они попытались растоптать их жалко когда знаете вот мне очень нравится как не к войти говорит когда нету рук и ног это беда когда нету души бога это катастрофа вот у них катастрофы и они по ним они живут так а будто это норма поэтому я прошу вас даже не смотрите не благословляю дабы не повредиться лукаво не дремит ищет пути к нашей душе чтобы нас отвести от бога во время богослужения гасят свечи почему при чтении каких молитв шестопсалмии на вечерней службы тушатся свечи почему тушатся потому что этот момент символизирует то что адама выгнали уже с рая и он стоит за дверьми райским видит рай и плачет о том что он уже теперь не в раю знак этого тушатся свечи священник выходит на молитву перед царскими вратами становится прообразуя адама плачущего вот знак как бы такого сокрушения и гасят свечи так вечерова бы задавала на одноклассников видимо не успела спрошу тут благословить конечно пьяный человек прошел исповедь что-то там говорил вот интересно проститься ему ну давайте так в степени его алкогольного опьянения если он совсем пьяный не понимал чего говорит но это такой на те пришел и злил и ушел может бы даже не вспомнить если он слегка как бы выпивший был я думаю это не нам решать господь видеть его сокрушение муж у него страшная скорбь и беда произошла и не нам судить его пьяного не пьяный в какой степени он алкогольного ведь часто приходит именно в храм в таком состоянии таком плачевном духовном и про обращается к господу сокрушается о своих грехах я думаю поэтому не нам решать пусть уже милостивый господь сам усмотрит свое человеколюбие прощать человека или нет поэтому ну надеюсь проститься так батюшка я нечаянно написал батюшке что он бес ну что и разные бывают я в храме а в храме есть пожилые люди которые угощают детей конфеты можно ли отказываться можно сдастка сказать сказать что спаси господи как бы дайте лучше нуждающимся корректно да с любовью можно и отказаться почему нет но лучше конечно взять это подаяние милостинку ну почему нет найдете возможно кому это более нужно тем же самым деточка можно дать так это что батюшка вы прислали я не знаю что я прислал но это кто захочет можете перейти по этим ссылкам на youtube канал который я создал боголюб и остальные ссылки инстаграма одноклассе контакт кому это не есть необходимо пожалуйста подписывайтесь смотрите искренне буду рад видеть вас друзья в подписчиков youtube канала если еще вопросы мои дорогие пишите пожалуйста я я сейчас прочитаю еще один который мне писали на этой неделе так здравствуйте батюшка я прочитала где-то очень красивые слова не велика премудрость стать одним телом велика премудрость стать одной душой а еще больше прямой стать одним духом но к сожалению не очень поняла разницу между смыслом стать духом и стать одни и стать одним одной душой одним духом объясните разницу и что имеется здесь в виду человек трех составит трех поставить прообраза троицы дух душа и тело тело мы можем пощупать душа это то что вдохнул в лице адама господь дух у нас это такое некое связующие шеи можно сказать звено между душой и телом которое бывает смятением радостью где-то параллельно эмоциональное состояние психологическое состояние много разными терминами богословы по-разному тоже это трактуют но однозначно тут говорится о семейной жизни что мы телом как едины мы с вами понимаем вот единство тело деточки у нас рождаются душою мы чувствуем друг друга и духом также должны быть едины как единомысленики переживает мы также переживаем вместе радуемся с радуйся вместе то есть во всем вот это и заключается единство так ну давайте посмотрим вот просто у меня папа нарком нарком наркоман наверное из лече госта милостивый почему так много религий на планете земля ведь бог один бог един а не один но троечных троечных в трех лицах отец сын и дух святой под себя человек пытается подстроить бога не себя под бога а бога под себя вот так правильно бы сказать так а вот мне вчера сказали чтобы я пошла и поцеловала батюшку в засосках быть хорошо что не пошли так и быть посмотреть на этого человека как на глупца и не делать никакого греха если муж и жена как одна плоть и грехи тоже общие общих грехов нет у каждого свои личные грех одного из супруга сказывается на другом может или на детях на детях в первую очередь по грехам родители порой страдают дети баишка можно делать рукоблуде нет конечно это же блуд так нет нет я не пошла не пошли хорошо так друзья мои дорогие родные братья и сестры ну давайте я еще один вопрос процитирую который мне задавали на этой неделе вопроса достаточно очень много на самом деле задают жигурда привет еще с таки с жигурдой никто меня не сравнил с асташевским сравнили с кем только не сравнил а с жигурдой еще нет но может быть по голосу больше так рукоблуде это грех конечно не нужно это делать господь нам дал возможность плодиться и множиться нужно найти достойного супруга вымолить его у господа и ради деточек вступать эту физическую жизнь а вот утешать себя блудными делами это губить душу как от него отказаться ну как минимум читайте молитву Марии Египетской которая преодолела эту блудную жизнь и стала святой во господи ну и в первую очередь нужно каяться в этом грехе грех как рано лечим пока не вылечим как вы относитесь к людям которые сменили пол несчастные люди им господь дал дар тела они пошли против бога себя такими творцами возомнили поэтому в разуме господи их жалко очень батюшка в каком возрасте вы поняли поняли приняли решение служить господь в качестве священнослужителя ну в 19 я в семинарию ну в когда вообще если конкретно что я захотел пойти по этому пути наверное с отречества на лет 15-16 когда у меня папа священником стал я видел этот добрый пример вот видев таких алмазов с которыми он общался на самом деле вот таких изумительных идеала идеальных почти пошудял только господь священников на самом деле не очень много много хороших добрых ну почти идеальных нет почти идеальные я вот говорю это вот практически святые люди ну к примеру если вы посмотрите вы меня поймете это допустим с кем общался папа это отец Николай Гурьянов ну вот и и же с ними вот такие святой жизни люди когда я видел эти добрые примеры и знаю внутреннюю другую сторону медали церкви конечно я понял что для меня другого пути к спасти свою душу другой жизни я для себя уже даже где-то не представляю поэтому в юности еще утвердился что я хочу стать священником и кротко понемногу ушел по этому пути сын отца Николая Гурьянов слава тебе господи так сейчас тут еще были вопросы сейчас 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 Влада если вы захотите мы с вами индивидуально пообщаемся в личке напишите мне так ужас зачем так делать бич байшка умный красивый умный очень прозливый прозорливый может быть так да хочу я ссылку скинул там на контакты пожалуйста там ватсапе вайбере в скайпе пожалуйста пишите мы с вами пообщаемся спасибо байшка это такой вот вопрос жить вместе без этим отношения не блудно это возможно или совместное житие уже есть блуд вы знаете очень интересно на этот вопрос ответил апостол Павел когда его спросили о супружеской жизни о воздержании в пост то он хорошо ответил он говорит что тело тело жены не предложит ей но принадлежит мужу также тело мужа не предложит ему но принадлежит жене и воздерживается по обоюдному согласию но если как бы один из мужей или жены нуждается в этом да не откажет даже как бы в пост почему дабы не было большего греха прелюбодеяния то есть тут нужно все таки есть воздерживаемся особенно в пост по обоюдному согласию но и не отказываем дабы не было велия греха вот поэтому очень все индивидуально вообще вы знаете тут есть разные крайности одно дело супружеская жизнь а другое дело уже всякие пороки извращения так когда пообщаться ну давайте мы уже в индивидуальном порядке определимся батюшка нам говорил что сколько придет скоро придет батюшка царь ну может быть и придет какой национальности был иисус по матери еврей по господу у него не было по отцу богу творцу у него не было национальности ну даже не еврей он самарианин был ой самарин что я говорю господи помилуй с галилеи он был подустал я уже простите царь гри дед но можно мне вас написать в личку и мы можем говорить один да пожалуйста пишите а если они не муж и жена то это однозначный блуд если даже не венчанный брак тут уже ставится маленький но вопрос о их духовно-нравственной жизни а если тем более перед государством незаконенный в загсе брак то это однозначно блудное сожительство этот союз никак не назовешь союза любви любовь это когда живут ради друг друга и во всем старается быть в законе божьем законе правовом тогда и дети рождаются законно рожденные они как какие-то подобие отпрыски вот друзья мои спасибо вас за вопросы искренне был рад уделить вам внимание ответить на ваши вопросы прочитать вопросы которые задавали в течение недели храни вас Господь с вами Бой священник Константин Мальцев аминь с Богом